Привет, друзья мои! Сегодня я вам предлагаю собираться вместе со мной на отпуск, поделюсь своими такими мастхеллами-путешественницами. Дело в том, что прошедшая весна и лето были для меня просто такими трудовыми. Я практически жила в самолетах, очень много летала и на мастер-классы, собственно, и на производство косметики. И у меня уже выработался список таких нужных, полезных вещей, которым очень удобно собираться. Свой список я оставлю под видео и также покажу вам свои разные штучки, которые я люблю и которые именно помогают сэкономить как-то место, немного покомпактнее собраться или же с которыми просто удобно путешествовать. В общем, вы сейчас поймете, о чем я говорю, только ни в коем случае не воспринимайте, что вам все это нужно. Давайте так, вы посмотрите каких-то вот, может быть, важных вещей, которых вам не хватает парочку, потому что, как бы, если все это скупить, у вас будет просто завал в чемодане. И сама я не беру с собой все их каждый раз, просто это некоторые такие идейки. Я просто сохраняю разные пробники из коробок миниатюр, собираю это в косметичку и просто кладу ее каждый раз в сумку для путешествий. Давайте начнем. Бальзам для губ, он же средство для кутикулы, он же средство для локтей, пяточек и так далее. Все знают средство Lucas Palpal. И вот это вот аналог британский, который без вредного компонента, который есть в составе. Здесь второй компонент состава заменен на сок алоэ, в результате чего средство удалось запатентовать на территории Евросоюза и продавать в открытом виде, а не привозя в чемоданах, как Lucas Papai. Штука похожая, носик, единственное, у нее не такой совершенно удобный, как у оригинального, но мне нравится то, что состав лучше, то, что есть три разных размера и также еще дополнительно есть персиково-розовый и красноватый такой оттенок для тех, кто хочет только на губах использовать, как такой подкрашенный бальзам. И эффект увлажнение длится тоже дольше. Следующие дико нужные штучки, это в коротких путешествиях салфетки для снятия макияжа, ну на всякий случай, даже может быть в аэропорту вам захочется или в самолете снять мейк. И вот такие вот салфетки, это для снятия шелака. Они пропитанные, если вдруг у вас шелак начинает облезать, вы можете в дороге избавиться от него и получить аккуратные ногти, или обычный лак вы можете смывать с их помощью. Мини-тени, я бы даже сказала микро-тени, например, при заказе с Костел Сенс вы получаете такие вот микро-наборчики, или у Смешбокс тоже есть набор миниатюр, где вот такие потрясающие, очень ходовые оттенки. Тоже можно это бросить в сумку и уже не волноваться о макияже глаз. Тинты 2 в 1 для губ и щек. Они стойкие, они не стираются, когда что-то трется в путешествии, и это компактный продукт 2 в 1. Но здесь это много бескорейские, либо еще мне нравится Бека вот такой вот, и нравится также Кайлин, который с кистью. По поводу помады, тинт у нас уже есть, но если хочется очень-очень яркий такой матовый стойк помады, то советую заменить ее на аналогичный кремовый карандаш. Например, у Inglot мой в оттенке 313, вы можете найти такие пигментированные продукты, и также неплохие у Ariflame, классный оттенок оранжевый Coral Ideal. Также сейчас есть великолепные 2 в 1 средства Tone и консилер вместе. Например, мне нравится Cargo One Base или вот такой вот Cover Up Skin Perfector от Secret Key. Вот этот вот очень дружеский для сумочки, вот этот вот может быть чуть великоват, я его переливаю в такую маленькую баночку, причем по половинке два цвета, и подписываю, и тогда его очень удобно использовать на бегу. И также, если это отпускной период, в маленькую баночку переливаю какой-то кремовый бронзер, например, BB Bronzer с SPF от Skin79. Для путешествий такой размер самое оно. Такие банки могут быть в маловаренных магазинах, там, где продается все для ногтевых мастеров, и сейчас еще есть наборы для путешественниц в разных сетевых магазинах, типа L'Etoile, Rivegoge и так далее. Если летите в жаркую страну, то лучше позаботьтесь заранее о ламинировании или кератинировании волос, чтобы они у вас не сильно выгорели и не иссушились, не поломались от вредного воздействия солнца, хлора, соли и так далее. Чтобы после самолета волосы не выглядели облезово, как у меня сейчас с кератином, я рекомендую или пудру для объема, или мини-сухой шампунь, у меня, правда, макси, но, в общем, вы поняли меня. Положить с собой тоже это скорее для прикорневого и для коротких волос, и сухой шампунь просто для тех, кто хочет именно освежить корни. Мини-швейный набор, ужасно полезная вещь, я покупала свою отдельно, просто на выставке разных произведений народного творчества, но такие иногда лежат просто в отеле. В таком случае я просто могу прихватить с собой в свою косметичку дорожную и использовать по необходимости. Также моя забавная ноу-хау, это в баночке от минеральной косметики беруши. Дело в том, что беруши штука полезная в дороге, иной раз без них не уснешь, и обычно упаковки, в которых они идут, очень хрупкие, все время все разваливается, теряется, а в этой баночке все в целости и сохранности. Тоже великое изобретение, это похоже на Tangle Teaser, Tangle Angel называется. Прикмахера Kate Middleton похожая вещь, только это микроразмер. У них большая линейка, и в общем-то от Tangle Teaser отличается тем, что немножко более упругие и жесткие щетинки, антибактериальное покрытие и антистатик эффект. И здесь мне нравится то, что это маленький брелок, и я могу, если что, слегка прочесать волосы. Это вообще, по идее, расческа для детей, но мне она нравится и так, вот в качестве дорожного такого варианта. Целиком, конечно, волосы вам хорошо не прочешут, но как экспресс-вариант, который всегда с собой, она хороша. Мини-щетка с пастой, мини-ополоски стулья до рта, иногда это можно найти в курортных зонах, иногда в duty-free, но случаются они и в обычных аптеках. Вот такая удобная вещь, которую мне подарили, это на самом деле надувная подушка-подголовник. Очень удобная, и она намного компактнее, чем те, которые с шариками какие-то, или вот тут огромные мягкие приятные штуки, которые занимают уйму места. Также для того, чтобы хорошо выглядеть завтра, или даже для того, чтобы налепить это в самолете, разовые патчи под глаза. У меня это с углем, гидрогелевые, фирма Beauty 153. Все больше вижу, как девушки прямо в самолете наклеивают такие штуки. Я большой фанат патчей, но именно вот такие вот разовые, самые удобные в дороге. И, в общем-то, почти от всех проблем, которые у вас могут быть, от второго подбородка, сухих кутику, пяточек, просто на все лицо. Сейчас есть маски, которые можно также использовать экспресс, и они почти ничего не весят. Дорожные наборы кистей. У меня вот такой вот старенький лимони, но там есть, в принципе, все самые необходимые кисти. Они среднего качества, но, в общем-то, терпимые. И для растушевки есть, и для нанесения, для консилера, пудра, и даже щетка для бровей. Он именно самый маленький из подобных, но и у Сигмы, и у многих таких марок сейчас есть такие мини-наборы. Также, если вы какой-то биби или сиси-крем очень любите, то вы можете на ebay заказать просто вот такой вот набор 10 или 20 пробников этого крема и носить его с собой. Это очень удобно. И также сейчас люксовые бренды, например, клиник, выпустили вот такие вот малютки, миниатюрки своих увлажняющих средств, которые тоже безумно удобно носить с собой. Сейчас в магазинах подружка и разных других есть мини-версии кремов для рук, которые очень даже приятные, что тоже экономят место в вашем чемодане. А насчет парфюма наверняка у вас где-нибудь есть пробнички, покопаетесь хорошенько. Если вдруг не удалось нас грести по сусекам, не расстраивайтесь, наверняка где-то рядом с вашим домом есть магазин наливной парфюмерии. Так вот, приходите туда и просите сделать вам самый мини-размерчик с вашим любимым парфюмом или просто чем-то другим, что вам нравится. В вопросе умывания и снятия макияжа рекомендую именно сухие компактные средства. Я, например, обожаю мыло от Агава специально для лица, которое смывает косметику. Либо сейчас есть вот такие вот стики довольно компактные, баумы, то есть средства в виде бальзама. И также энзимные пудры, которые сухие. Энзимные пудры, они такие компактные, но они хотя бы легкие и это все никуда не проливается. Вроде бы важнейшими, любимейшими, компактными такими любимками для путешествий с вами поделилась. Если вы еще знаете какие-то невероятно удобные штучки, тоже делитесь в комментариях. И прощаюсь с вами.